здравствуйте друзья в эфире канал new ash world с вами я юрий гемельфар и в эфире 21 выпуск нашей традиционной субботней программы спрашивали отвечаю после того как у нас образовался невольный перерыв неделю назад то вопросов накопилась масса и поэтому давайте мы их разберем поехали как известно на минувшей неделе владимир владимирович путин объявил о своем выдвижении де юре на четвертый срок де факта на пятый срок ну потому что мы с вами серьезные люди и не будем воспринимать президентство дмитрия анатольевича медведева как нечто реальное тут все понятно но дело тут вот в чем мой подписчик прислал мне одно очень интересное письмо позвольте его зачитать в декабре семнадцатого года при просмотре видеороликов на вашем канале я узнал мнение людей по поводу выборов 2018 года те люди которые поддерживают владимира путина это либо кровососы то есть менты прокуратуры либо какие-то запуганные идиоты либо третий вариант совершенно необъяснимая сегодня объявляет что ужесточат требования по техосмотру повышать штраф 800 рублей без езды без техосмотра опять нужно фотографирование опять все это накладывает на расходы граждан но все равно в нижнем новгороде стадо идиотов кричит что мы поддерживаем путина им же плюют в харю и они же кричат мы поддерживаем путина связи связи в связи с этим вопрос что же такое происходит что за массовая истерия была в нижнем новгороде на заводе газ все кричали газ за вас мы поддержим вас владимир владимирович путин и так далее народу было очень много неужели они все стали как зомби себя вести что это такое как это можно объяснить спасибо заранее за ответ ну что я могу на это сказать давайте мы рассмотрим вот эту ситуацию на нижегородском заводе газ вынуждена возразить уважаемую автору по имени авон смышляевка что это не первый не второй и не третий вариант это не кровососы это не запуганные идиоты и это не зомби и то что вы говорите необъяснимое это на самом деле все объяснить но для того чтобы вам объяснить для того чтобы вам друзья мои стало понятно что происходило на заводе газ я расскажу вам одну историю точнее то что я узнал от человека который лично присутствовал на одной из встреч с путиным на шоу общения царя с народом так сказать но мне человек рассказал вот то что я вам сейчас расскажу на условиях полной анонимности поэтому я не только не скажу вам когда было это общение я не скажу не назову имя этого человека не скажу где он трудится но даже я не скажу мужчина это или женщина и также разумеется я не скажу когда у меня состоялся это общение это интересный разговор так вот дело в следующем друзья на самом деле людей для вот этих вот шоу а это в чистом виде срежиссированное шоу отбирают очень тщательно и это очень сложный не удивляйтесь это очень сложный процесс по режиссуре и он не происходит за пять минут это не спонтанно на самом деле отбирать людей начинают за полтора два месяца их отбирают очень тщательно в начале их отбирает режиссер мероприятия по внешним данным ну по требуемым каким-то параметрам рост вес внешности так далее тому подобное возраст далее каждую кандидатуру утверждает фасов если у человека есть малейшее сомнение вот в том что это лояльный человек или что он подойдет человек идет отбраковка при этом как правило у каждой кандидатуры есть только не удивляйтесь только не ржать есть дублеры на тот случай если вдруг ну даже в кремле это понимают всякое бывает начать может заболеть поэтому дублеры есть зачем сейчас объясню дальше начинаются тщательнейшие репетиции на первый взгляд действия людей на этом мероприятии они очень просты это либо кричать ура либо аплодировать либо славка псс ну и так далее и тому подобное то есть внешне это очень просто однако все это очень тщательно репетируется вплоть до того где конкретный человек должен стоять каждый человек знать свое место в этой толпе при этом оговаривается все там кто стоит шариком кто стоит там с флажком кто стоит там с плакатиком кто с ленточкой не суть все это очень тщательно репетируется дальше происходит несколько подчеркиваю несколько генеральных репетиций когда люди не только исполняют свою роль но и они даже одеваются в то в чем они должны быть менять одежду нельзя там цвет все это должно соответствовать далее когда люди приходят на мероприятия приходят они где-то за четыре и более часов и их всех пропускают через металл детектор все металлические предметы отнимают мобильные телефоны сдают однозначно поэтому вот это кстати оба почему я на этом сделал акценты обратите внимание ни на одном из общений с народом нет селфи ну хотя казалось бы ну как бы не относиться к путину но приехал президент твоей страны сделать селфи с ним это же круто черта с два на самом деле именно этим объясняется что селфи не делается за все мобильные телефоны сдают далее после прохода через металл детектор любой шаг влево шаг вправо все идет под контролем фсо вплоть до самостоятельно человек сделал шаг не может он даже проходит в туалет сопровождающим разумеется весь реквизит шарики там ленточки флажки с собой приносить нельзя ничего ничего все это выдается при этом даже меняться флажками нельзя в этой толпе также много фасеошников лишних не от режиссированных и не от репетированных движений делать нельзя это моментально все пресекается и далее вся вот эта вот процедура это абсолютно с режиссированной performance полностью там никакого экспромта нет и считать что это был экспромт что это действительно вот люди так думают и так далее и тому подобное ну ребята даже не смешно это верх наивность все это происходит вот именно так но смысл у вот подобного рода мероприятий он большой и в чем смысл я сейчас объясню разумеется ну как бы мы не относились к нашему вождю но он все-таки взрослый человек он не идиот он прекрасно понимает что это все спектакль что это все режиссировано и он прекрасно это все осознает но тут дело вот в чем мы все должны понимать что изучать общественное мнение вот по этим мероприятиям это приблизительно то же самое что изучать историю второй мировой войны по сериалу 17 на и не весны или делать какие или рассуждать о состоянии российской медицины по сериалу интернет вот это примерно то же самое то есть это не общественное мнение это глупость но тем не менее вот я сам себя перебил смысл в этих мероприятиях очень большой и тот же самый смысл в том что вот в этих так называемых соц опросов где там уж больше 70 процентов наверняка поддерживают путь и путин понимает что ему липу подсовывают это все понятно но это так и задумано почему дело в том друзья нравится нам это или нет но мы должны трезво смотреть на вещи дело в том что люди в основной своей массе ведомы люди действуют как все и весьма незначительный процент гомо сапиенс я не говорю россиян я говорю вот именно гомо сапиенс это в любом обществе так весьма незначительный процент не боится высказывать свое собственное мнение не боится не быть как все он и не боятся быть самими собой поэтому у основной массы людей когда они видят вот такие цифры соц опросов когда они видят вот такие вот срежиссированные мероприятия они думают ну все же так ну чё же я как белая ворона не я как все так люди рассуждают кстати говоря вот вы упомянули о том что в было очень много народу на встрече с путиным на заводе газ уверяю вас тех я некоторые кадры ну полностью смотреть это себя не уважать но я должен вот даже по тем небольшим кадрам которые я наблюдал дело в том что там была грамотно выбрана точка съемки вы понимаете все зависит в телевидении в кино от точек съемки понимаете смотря с какой точке съемки в это бы какую вы выберете точку съемки операторы выбрали грамотно действительно у зрителя создается впечатление что там масса народу да ты что там весь завод газ ребята я уверяю вас что по численности это был даже не один цех тем более что как я уже сказал что там примерно половина это фсошники это соответствующие люди которые просто не позволят сделать шаг влево шаг вправо и принимать вот это все за чистую монету не нужно ребят вот почему дело тут не в зомбирности и не в том что этих людей там купили я не знаю за 200 рублей за 500 рублей я ведомости не смотрел у меня нет оснований этого утверждать ну может быть это так и было может быть людям что-то пообещали так далее может там отгул им пообещали еще что или там дни к отпуску мало но дело в том что то что вы наблюдали это срежиссированное шоу не более того поэтому я призываю вас друзья трезво смотреть на вещи и понимать что вам морочат голову но по большому счету вот этими вот шоу вам морочат голову не более того как то так и вот кстати в продолжении предыдущего вопроса я хочу озвучить еще одно письмо моего подписчика максима недосекина юрий здрасте вот у нас в россии получается феноменально может даже где-то абсурдная ситуация как у нас принято со времен ссср ходить на выборы это по мнению нашего народа пустая трата времени типа все за нас нарисуют но прошествие времени тот кто наверху мне оправдывает надежда хотя перед выборами главный в кавычках так сказать усыпляет бдительность толпы разумеется почему путину люди так верят или это просто боязнь перемен безусловно тут есть фактор что все будет подтасовано ведь почти 20 лет очевидно что ведется антинародная политика перемены назрели с этим никто не спорит почему же люди согласны чтобы их имели бесконечно я не понимаю почему людям фактически плевать на самих себя что могу сказать максим на самом деле здесь важно подчеркнуть два момента они очень важны во первых дело в том что люди боятся перемен но каких люди боятся резких перемен но это старая старый пример что если лягушку бросить в кипяток она выпрыгнет если лягушку бы бросить в холодную воду и начать нагревать и поставить на огонь она сварится не будет пытаться выпрыгнуть то же самое здесь вот то что люди с содроганием вспоминают 90-е годы ведь по сути дела по уровню негативных явлений мы уже давным-давно оставили 90 и позади ну вот раз что гиперинфляции еще нет но поверьте мне этого ждать недолго она будет собственно говоря чего вы хотите вон в четырнадцатом году за один год доллар рубль просел в два раза это будет но проблема в том что есть один одна важная деталь в 90-е годы изменения произошли резко и неожиданно а сейчас вот то что людей имеют это так сказать происходит постепенно не за пять минут даже не за пять месяцев это все медленно накапливается и поэтому на люди боятся перемен но перемен резких вот каким образом это один момент и здесь кстати говоря зомбированность это далеко не самый главный фактор понимаете в общем случае холодильник там всегда победить телевизор это понятно что когда нечего жрать бессмысленно орать крым наш это совершенно очевидно но здесь мне бы хотелось подчеркнуть и второй немаловажный момент отвечая на предыдущий вопрос я уже сказал что большинство людей они ведомы это не хорошо и неплохо но это данность ну такова природа большинства людей людей нельзя за это осуждать но проблема то вся в том что еще со времен СССР людям внушали так называемое состояние выученной беспомощности от тебя ничего не зависит не надо думать есть те кто за тебя уже подумал не надо пытаться ничего решать есть те кто за тебя решил и понимаете друзья мои вот я жил в советском союзе я 60 года рождения собственно говоря значительно я до 30 лет прожил в СССР и поэтому знаю не понаслышке что на самом деле вот подобного рода идеи внушали с детства типа ты что самый умный ты что не как все и вот это состояние выученной беспомощности она вдалбливалась очень тщательно вот почему кстати говоря в начале 90-х годов когда людям казалось бы была предоставлена свободы людям была предоставлена возможность строить жизнь по их разумению значительная часть людей растерялась потому что они не знали а как то принимать решение самостоятельно а как то это зеленое или круглое она в перьях или ползает люди не понимали что это такое вот знаете в замечательном фильме марка захарова убить дракона есть прелестная фраза откуда людям знать что такое свобода они не умеют ей пользоваться их не научили ли ей пользоваться и это просто блестящая фраза это так она и есть десяти лет людям просто не хватило собственно говоря каких десяти лет ну считайте так вот по сути дела советский союз помер в декабре 91 года правильно правильно а уже в конце девяносто девятого года по сути дела началась путинщина восемь лет восемь лет людям была дана реальная свобода строить жизнь по своему разумению при этом кстати говоря вот здесь это одна из серьезнейших ошибок команды ельцина в том что людей не учили пользоваться свободой их не учили деловой жилки предпринимательству независимости а путин и его команда они это начали убивать они начали возрождать это состояние так называемой выученной беспомощности но проблема была в том что эти ядовитые семена к сожалению они упали на подготовленную почву на подготовленную причем обратите внимание в начале это было так в легкую потихонечку убирали разного рода гражданские свободы а люди не понимали что война против нтв это война с независимыми сми люди не понимали ценность независимых сми расправа с ходорковским у мочи олигарха не хорошего а люди не понимали что беспредел по отношению к одному олигарху это удушение свободного бизнеса люди не научились усматривать в этом причинно-следственные связи с другой стороны давайте мы не будем забывать что так называемые тучные нулевые это был ну как говорится подарок небес наверное это я не знаю что это было как угодно это можно назвать но действительно в тучные нулевые люди охотно согласились променять свободу на колбасу пардон конечно такое циничное и вульгарное сравнение но так она есть и в результате чего это по сути дела вот это было удобрением вот для этих ядовитых всходов в результате мы получили то что получили что действительно у значительной массы людей состояние выученной беспомощности нежелание самим решать свою судьбу но здесь нельзя забывать и еще один немаловажный момент ведь вы поймите друзья мои что вся вот это путинская война с гражданским обществом все как говорится вот дробление общества даже не на касты она атомы это тоже страшная вещь уничтожение гражданского общества в россии как такового привело к одному парадоксу в россии никто никому не свой вот задумайтесь над этой фразой никто никому не верит но в результате но человек не может жить в вакууме но это помилуйте так всю мором невозможно какой выбор принимает люди примкнуть к сильному и вот люди и примыкают к сильному даже в обмен на то что их будут иметь и вот ломать здесь надо наверное действительно какие-то моральные устои общество здесь надо действительно работать с людьми и объяснять им но это чрезвычайно сложная задача хотя бы лишь только потому что я прошу не забывать еще одного вот подобная парадигма подобная так сказать модель поведения она очень легко ломается в свободном обществе когда есть хотя бы ну свободная экономика где молодой там какой-то человек ну ему надоело что его имеют он берет и идет свободный бизнес причем тут бизнес а вот причем не забывайте что любой свободный бизнес это реально свободный я имею ввиду это независимость это действительно право строить жизнь по своему разумению вот о чем идет речь когда человек ни от кого не зависит вот почему кремль так старательно душит независимых журналистов фрилансер мелких бизнесменов потому что уничтожается почва для того чтобы было внутреннюю свободу внутреннюю независимость вот отсюда и проистекает все те негативные явления которым мы сейчас наблюдаем и вот как менять вот эту ситуацию но это сверх тяжелая задача но пока не произойдут изменения в мозгах пока не появится та самая внутренняя свобода каких-либо изменений ждать но я не знаю это смелое будет ожидать кстати говоря вот в продолжение нашей темы я хотел бы зачитать письмо моего подписчика максима нехая он прислал мне два интересных вопроса в одном из своих недавних онлайн эфирах вы упомянули о том почему у нас стране не любит либералов мне же казалось что причина в том что люди называющие себя либералами лишь прикрывались этими идеями и либерализовали экономику так чтобы на этом просто хорошо навариться в чем я не прав это был первый вопрос и я на него сразу отвечу максим дорогой а вы абсолютно правы и вот я только что сказал что на самом деле это одна из главных ошибок команды ельцина в том что те кто оказались наверху вместо того чтобы просвещать людей вместо того чтобы объяснять людям ситуацию учить их пользоваться свободы они напротив использовали экономическую неграмотность выученную беспомощность которую советские люди питались молоком матери непонимание и элементарную неосведомленность а я напомню интернет тогда не было и вот они это использовали для того чтобы нагреться давай читать на ваучерной приватизации на пирамиде гк о которую кстати говоря не не сами придумали а они эту идею но у меня извините конечно за такое вот жаргонное выражение сперли у таких как мавроди там это упор инвесту извините хопер инвест или гоп стоп инвест и так далее и тому подобное вот эти вот властелины правильно некоторых из этих так называемых пирамидостроителей они отправили за решетку но чем вот объясните мне я может пойму чем пирамида гк о государственные вот эти вот казначейские обязательства она отличалась от ммм но объясните вы мне в чем отличие как говорится найди три отличия но одно отличие могу вам назвать то что мавроди и прочие там упор инвесты это были частные лавочки а гк о это в эти игры играла само государство вот и вся разница других отличий я не вижу вот и об этом то идет речь что вот все эти обстоятельства благоприятствующие мошенничеству благоприятствующие личному навару благоприятствовались исключительно для того чтобы народ был по большому счету ограблен а вот эти господа были все в белом смокинге ведь проблем то все вот чем вы поймите вот я сейчас скажу одну вещь я часто я знаю что говорю некоторые вещи которые люди не дослушав а уловив только вот фразу вырванную из контекста начинают тут же меня кидать гнилыми помидорами однако дослушайте фразу и не вырывайте из контекста в принципе в либеральной идее нет ничего плохого есть только хорошее однако вот именно такими действиями слова либерал в россии это стал синоним какого-то очень непристойного ругательства то же самое залоговые аукционы в этом тоже по большому счету нет ничего плохого если бы все люди понимали что это такое то извините меня сейчас бы у нас было бы другое общество но проблема то было в именно в том что понимали тогда что такое залоговые аукционы единицы и тем более это было наложено на политику протекционизма для своих вот что получилось и второй вопрос который мне задал максим нехай он тоже интересный я девяносто третьего года рождения в школе на уроках истории период 90-х и нулевых не проходили совсем а сам с детства понахватался противоречивой информации с телевизора но мне хотелось знать о важных событиях этого времени в хронологическом порядке а то о многом слышал лишь урывками что не соотносится с точки с точки зрения пропаганды из ваших эфиров и роликов других оппозиционных блогеров сам я всю жизнь прожил в маленьком поселке недалеко от города томска все мои родные знакомые не интересовались политикой с тех пор как я самостоятельно заметил неладно и вырвался из окружения пропаганды потерял понимание среди близких мать говорит политика это грязное дело не лезь в нее и будучи учителем школы иногда начинала мне говорить какие-либо пропагандистские тези сама их не понимает типа не иди на митинг будет как нам майдане и так далее отец же посмотрел он вам не димон покивал согласился пошел смотреть дальше военную тайну на этой теме я разругался с сестрой потерял друга но все же продолжаю настаивать на своем хотя события окружающей действительности вгоняет меня периодически в депрессию серьезный вопрос ну что я вам могу сказать максим понимать в чем дело ну начну с конца ругаться с друзьями и близкими не нужно ведь поймите одну простую вещь что наши интересы вот не ограничиваются только тем что ты за путина ты против путина или ты за навального ты против навального у нас много других тем для общения для соприкосновения для сотрудничества и так далее поэтому надо избегать острых углов и наоборот находить не противоречие в отношениях а общие вещи ну согласитесь но давайте так вы разругались сестрой но это ваша сестра у вас кроме политики ведь тоже же есть какие-то общие интересы ну например там я не знаю сделать в доме ремонт или скажем так просто посоветоваться если это ваш старшая сестра ну например а как вот мы лучше ухаживать за девушкой а что и ей лучше подарить понимаете и таким образом но просто без крайне на то необходимости но нет смысла натыкаться на острые углы то же самое с другом ну да допустим он смотрит там телевизор он смотрелся этих военных тайншмайн и так далее и тому подобное но а почему бы вам не обсудить с другом какую-нибудь модную рок группу которая нравится вам обоим и не устроить скажем так хит парад с друзьями известных групп а потом голосованием выявить ту которая набрала больше очков в вашем хит параде и так далее то есть я призываю наоборот к сотрудничеству а не к тому чтобы ругаться но не я сказал что если вы не интересуетесь политикой политика заинтересуется вами но с другой стороны вы понимаете в чем дело максим дорогой вы тоже должны понимать одну вещь не обязательно быть шумахером но водить то автомобиль а почему бы не не обязательно быть автомехаником но понимать как устроен автомобиль нужно не обязательно быть великим поваром но понимать что творог он не добывается из вареников и батоны не растут на хлебном дереве ну это обязанность любого здравомыслящего человека поэтому дело не в том чтобы лезть в политику подпаде под словом лезть я понимаю сейчас я вот конкретизирую что я вкладываю в этот смысл в эту фразу я там самому становиться политику вступать в какие-то политические партии может быть и ваша матушка права но разбираться в политике для того чтобы не совершить личную ошибку нужно нужно и вот опять же максим мы сейчас возвращаемся к тому с чего мы начали вот я третий раз уже возвращаюсь это наверно первый случай на за время всех вот наших передач я третий раз возвращаюсь к одному и тому же ведь вы поймите не надо идти на поводу толпы и повторять как попугай пропагандистские клише ну надо просто напросто подумать хорошо я вам приведу очень простой пример вот меня несколько лет назад состоялся разговор с женой моего товарища которая кипела на проклятых американцев извините меня мочеиспускание было исключительно кипятком на предмет того что какие они нехорошие и закон зимы яковлево совершенно правильно что мол уморили проклятые гады хорошо я не спорил с ней я и говорю хорошо и главный аргумент а ты бы своего ребенка забыл бы в машине так чтобы он умер я говорю хорошо 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 давай цифры посмотрим просто цифры сколько было усыновлено детей за 20 лет когда где с 92 по 12 когда действовала система иностранном установлении сколько иностранцы установили детей она ну откуда же я не помню без гугла который хорошо порядка 200 тысяч вопрос сколько было усыновлено детей российских за этот же период полтора миллиона окей следующий вопрос сколько было эксцессов с иностранными детьми а эксцесс я подчеркиваю не жестокое обращение эксцесс по американским законам все таки тут надо понимать что американские законы и российские законы они немножечко разные под эксцессом понимается то что ребенок один дома остался это уже эксцесс то есть об это это фиксирует все в полиции а у нас чё ну остался дома один и остался ну и чё делов-то куча так вот таких эксцессов было за 20 лет 79 я говорю сколько было эксцессов в семьях российских аналогично причем по российскому законодательству эксцесс это не один дома остался и не то что у ребенка нечего покушать эксцесс это заведенная в полиции уголовное или как минимум административное дело по факту жестокого обращения с детьми побои убийство увечья сколько их было отвечаю полторы тысячи полторы тысячи процент какой ну сколько 80 для ровно округляем составляет от двухсот тысяч и полторы тысячи от полутора миллионов минуточку процентное соотношение здесь другое то есть это получается не проклятых американцев надо клеймить а наши органы опеки нужно бить дубины почекал дышки для того чтобы их в разум ввести прошу не воспринимать буквально слова бить дубины почекал дышки это так сказать образное выражение далее мне на это тоже возражают а почему американцы своих не усыновляют они их для опытов берут но игру для опытов это фантазии но почему они не устанавливают своих потому что таково американское законодательство в америке соединенных штатов биологические родители имеют неограниченные права и усыновить ребенку у которого живые биологические родители даже если они преступники наркоманы там а социальные элементы почти невозможно вот почему американцы усыновляют детей за границей это юридически проще потому что на самом деле в америке существует нет детских домов потому что там существует система так называемых фостерных семей то есть это семьи где дети воспитываются но усыновить их невозможно они не родные им нельзя так сказать и они не пользуются всеми правами ну биологических детей фостерные семьи это семьи для воспитания вот каким образом вот это максим я вам привел только один пример что вы понимаете здесь не надо как бы сказать здесь не надо давить на людей здесь не надо пытаться там унижать или ссориться здесь просто надо рассуждать спокойно и тем более ведь понимаете давайте так ну вот хорошо там ты за путин а я за навального давайте рассуждать так вам путин что кумбрат сват дядя папа или кто не он просто наемный менеджер он не отец родным а навальным никто то же самое ником не брат не свата и тоже он рассматривается в качестве наемного менеджера так чё нам делить нам с тобой важно истину установить они пытаться набить друг другу морду вот так сказать схема элементарного за элементарного рассуждения которая приводит не к ссоре а напротив к сотрудничеству и только к но итогом становится независимое мышление вот как правило мы выбираем себе собеседников и смотрим каналы в том случае когда мысли нашего собеседника совпадают с наш и . зрение совпадает с нашим ну это тут нельзя за это люди осуждать такова человеческая природа но так получилось я мне пришло огромное письмо от видимо моего подписчика лекс мирта от человека который придерживается диаметрально противоположной точки зрения ну я так понимаю он сторонника нынешнего курса кремля и курса на российский патриотизм и так далее и тому подобное я говорю сейчас без малейшей иронии и я понял что игнорировать подобные вопросы это неправильно нужно отвечать на любые вопросы тем более что ни разу вот такой возможности не предоставлялась ну что ж уважаемый лекс мирта давайте мы сделаем так ваш письмо довольно велико по объему я не буду его полностью цитировать я буду последовательно отвечать на ваши аргументы надеюсь вы на меня не будете в обиде итак поехали и так вот первый абзац письма юрий а вам что нибудь известно о таком термине как информационная война почему вы считаете что все что пишут западные сми истинно в последней инстанции вам следует напомнить о том что случилось южной осети и западную точку зрения сша европа это еще далеко не весь мир для объективности если конечно она вам нужна следует посмотреть на все это и с другой стороны но насчет гопника вы совершенно не правы ибо это сша развязали большую часть конфликтов они пытаются уничтожить неугодных ей лидеров они ставят военные базы по всему миру это они пытаются сохранить за собой однополярный мир прикрываясь несуществующей демократией попробуйте судить объективно не только с прозападной точки зрения почему обо всех этих препаратах стали говорить только в последнее время когда у нас с западом сша стали наиболее тяжелые отношения совпадения ну что давайте мы с вами попробуем последовательно ответить на вопросы только в первом абзаце прошу прощения итак ну насчет препаратов я так понимаю мельдоний здесь ответ очень простой на него ответ проще всего дело в том что фармакология как и любая научная дисциплина она не статична фармакология развивается то есть всегда находится в динамике и то что не было известно раньше то становится известно со временем соответственно если раньше какие-то допинг пробы давали отрицательные результаты то теперь дают положительные это нормальная абсолютно причем подчеркиваю нормальное явление вопрос не в том что со временем нашли какой-то препарат и он был внесен в список запрещенных не в этом дело вот услышьте меня господа проблема в отношении государства к самом к самой проблеме допинга уважаемый автор уважаемый лекс мир вот известно ли вам такая такой человек трэвис таггер это человек который уничтожил легенду американского спорта лэнса армстронга человека который семь раз подряд выигрывал тур де франс он велосипедист шоссейный велогонщик такого никто не мог повторить вообще не было такого в истории это легенда велоспорта однако после того как выяснилось что лэнс армстронг употреблял наркотики от него открестились все и американская ассоциация велоспорта и коллеги по велоспорту все отреклись то есть о чем это говорит была показана модель поведения он паршивый овца мы с ним ничего общего не имеем мы не имеем к этому отношения что произошло у нас у нас государство по сути дела впряглось за ну назовем так не чистых спортсменов которые употребляли допинг ведь я уже говорил но чего было проще сказать мы не имеем к этому отношению это они негодяи а мы чистый у нас же начин начался вопль на тему того что нас унижает нас обижать ребят допинг пробы ну часто дают положительные результаты часто спортсменов отстраняют от участия но это первый случай в истории вообще мирового спорта когда государство впряглось за нарушитель это действительно первый случай поэтому проблема тут не в политике а проблема именно вот в этом гопничестве далее идем дальше ну для объективности вот если уж мы говорим о конфликте с южной осетией то вот я напомню что в описании к ролику данный тайм-коды так вот вы можете посмотреть по тайм-кодом на вот в тайм-коде который соответствует ответу на данный вопрос о конфликте в южной осетии даны ссылки на первоисточники о хронологии конфликта то есть более того даны ссылки кто был первым то есть это совершенно очевидно что в данной ситуации это россия напала на грузию но никак не наоборот поэтому понимаете уважаемый лекс мирта в данной ситуации я могу только у меня это вызывает только улыбку страдания ну цитировать все эти статьи довольно долго просто я предлагаю посмотрите ссылки вот это первая часть но отдельно я в общем хочу ответить на вопрос лекс мирта на тему того что сша развязали большую часть конфликтов а также то что вы не указали но скажу что почему сша не устроили терапию 911 а фсб могли взрывать дома в 99 году почему сша начали войну в ираке и так далее и тому подобное что запад мечтает захватить наши ресурсы я постараюсь вот на этот комплекс вопросов ответить в общем ну насчет того что запад мечтает развалить наши захватить наши ресурсы и так далее и тому подобное я всегда в этой ситуации задаю встречный вопрос ребят а наши это какие моя вот лично фамилия не абрамович не путин не усманов не виксельберг и так далее и тому подобное и кучки этой тех олигархов я не отношусь а посему смею вас заметить что никакие ресурсы в россии мне лично не принадлежат и что-то мне подсказывает уважаемый лекс мир то что и вам тоже поэтому в данном случае я тем более учитывая тот момент что вот и я и вы и другие наши слушатели мы платим за эти ресурсы внутри страны дороже чем они стоят на мировом рынке ну это по моему говорит само за себя и и кстати говоря вот о том что запад стремится завладеть нашими ресурсами так ребят ну поймите простую вещь что тому же западу совершенно не улыбается перспектива завоевывать наши ресурсы зачем это делать потому что гораздо выгоднее собственно говоря собственно говоря покупать их чем тратить кучу жизней материальных ресурсов на захват территории с открывать давайте назовем вещи своими именами с вырождающимся населением которые в итоге после захвата придется держать за свой счет и не получая в ответ кстати говоря ничего кроме ненависти терактов саботажа разного рода фанатиков их проще заставить ну извините меня за такое выражение но это действительно так и проще заставить аборигенов еще раз прошу прощения но в этом нет ничего обидного каждый народ на своей территории это абориген так вот не проще ли заставить аборигенов их добывать и покупать их по мировым ценам и что в чем тут проблема ну а собственно говоря вы поймите что в этом отношении ребят вот я всегда призываю вас трезво смотреть на вещи и понимать элементарную вещь что сша и россия это не не одно и то же это не просто разные страны это разные системы простой пример в тех же соединенных штатах высшие чиновники они отправляются в отставку за такие невинные шалости типа прослушивания переговоров политических соперников что на это у нас в россии внимание никто не обратит это разное общественное устройство это разный менталитет причем поймите ведь вы что думаете я идеализирую соединенные штаты на ни в коей мере и мыслях этого нет но поймите простую вещь да это не безгрешная страна и та же и анб и цру и фбр это далеко не безгрешные конторы и политическими убийствами они занимались все это было но вот что касается масса убийства своих собственных сограждан такой в голове я не знаю в соединенных штатах не уложите ни у кого потому что в открытом обществе вероятность утечки информации огромна при наличии независимых сми это электрический стук как минимум а чекистам им все равно что уничтожить десятки миллионов своих сограждан что там потом еще несколько сотен грохнув вот вам и все им то как говорится на это наплевать вот поэтому я и подчеркиваю что в данном случае не идеализируя соединенные штаты я опять же говорю что ребят насчет того что соединенные штаты развязали большую часть конфликтов и тому подобное ну на этот бред я честно говоря даже обсуждать его бессмысленно вы понимаете ну вот как то так и позвольте далее процитировать письмо Лекс Мирта все что делает Россия это ответные действия на то что происходит в той же Украине или Сирии все договоренности уже давно не работают потому что в них нужно оговаривать не только сохранение чьей-то целостности или не нападение но еще информационную накачку разжигание ненависти и так далее ибо все эти приемы в итоге ведут конфликту уровень жизни никак не связан со сменяемостью власти он зависит от положения государств на вировой арене от ее политики экономики военной силы чтобы в России повысился уровень жизни нужно отстаивать свои интересы а не пренебрегать ими что касается империи и того что ее время прошло то чем больше государства тем больше у него возможностей опять же СССР вам в пример имеют ли сегодня те страны которые входили в состав СССР какое-то влияние а разделяя властвовать довольно старый прием чтобы опять не уверить и думать что если вы от кого-то отделитесь то вам вами никто не будет пользоваться вы будете самостоятельными самодостаточными почему тогда США не дают независимость тому же Техасу раз они такие демократичные ну вот конец цитаты ну насчет США и Техаса тут сразу отвечу что в Техасе на самом деле мелкая группа маргиналов они требуют отделения от Соединенных Штатов не то что дают не дают они не в состоянии даже набрать необходимые 100 тысяч подписей это вот так для информации на самом деле и при этом заметьте что на самом деле их никто за это не сажает в тюрьму на 20 лет как по российскому законодательству и так далее и тому подобное это во первых во вторых что я хочу сказать ну относительно того что то что делает Россия это ответные действия на происходящее в Украине и Сирии но это мне напоминает анекдот подсудимый за что вы изнасиловали потерпевшую если бы я ее не изнасиловал отвечает потерпевший то ее бы изнасиловали солдаты НАТО ну далее в отношении того что все договоренности не работают я хотел бы уважаемому Лексу Мирта напомнить что еще с 1648 года со времен со времен Весвальского мира договоренности Sorgen удивитель ROBERT Table водопад увеличителя в тех областях которые эти договоренности не охватывают особенность Ялтинско Подсдамска что эти договоренности охватывают весь шарик весь земная но проблема Россия в том что эти договоренности были нарушены, были нарушены правила игры, вот о чем идет речь, соблюдай правила игры, и никто не будет иметь к себе претензий, вот, и в итоге, ну, что я могу сказать, что уровень жизни в государстве зависит от положения на мировой арене и так далее, и чем больше территория, тем больше возможностей, ответьте, не мне, вы себе ответьте, скажите мне, пожалуйста, Израиль, он какую территорию умеет? Это, по-моему, на территории моей родной, Саратовской области, уместится, по-моему, пять Израилей, однако Израиль кормит полмира продуктами, если вы в этом сомневаетесь, посмотрите, чью картошку вы покупаете в магазинах, израильскую, чью редиску вы покупаете в магазинах, израильскую. Израиль разрабатывает высокие технологии о Швейцаре, швейцарские сыры, шоколад, часы, вы поймите, что мозги человеческие, они не зависят от того, на какой конкретно взятой офигенной территории вы расположены. Я вот живу в квартире, в маленькой квартирке, и, извините меня, и то, что Саратовская область может вместить себя, как я уже сказал, пять Израилей, от этого ни тепло, ни холодно. Что Саратовская область по уровню своего развития, она не то, что конкурент Израилю, она сравнима с Израилем? Вот. А вы это серьезно? Вы знаете, уважаемый Лекс Мир, я говорю слово уважаемый безо всякой иронии, я с уважением отношусь к оппонентам, но проблема-то вся в том, что вот наша жизнь изменится, тут и я не прав, тоже, не тогда, когда у нас будут высокие технологии, а тогда, когда мы в своих мозгах поймем, что главное в наше время, это не нефть и газ, это не территории, а мозги, именно мозги. И вот когда мы научимся ценить мозги, вот тогда у нас и будет нормальная жизнь. Тогда у нас и будет медицина, как в Германии, образование, как в Великобритании или Германии, или в Соединенных Штатах, когда у нас будут технологии, как в США или в Израиле, когда у нас будут экономические свободы, как в Швейцарии, вот тогда мы и будем жить хорошо, вот тогда мы и будем жить по-человечески, тогда мы и будем самодостаточными. А если мы будем ориентироваться на то, что чем больше территории, тем лучше, то мы навеки застряем в Средневековье, во времена Золотой Орды. Мне же, но это правда. На сегодня все, друзья. Огромное вам спасибо за ваши замечательные вопросы, спасибо вам за ваше внимание и отдельное спасибо за ваши щедрые донаты. Всем доброго. Подписывайтесь на канал Ньюашвот, кто не подписался. Не забывайте ставить лайки или дизлайки. А если будут вопросы, присылайте. Мы их обязательно обсудим. До встречи, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok